Салют ребят, я Иван Толмачев и вы смотрите канал Дай 5 и шоу По Факту. Сегодня мы узнаем 10 любопытных и пугающих фактов об игре Five Nights at Freddy's. Поехали! По Факту! Five Nights at Freddy's была вдохновлена игрой Chipper and Sons Lumber Company. Обе они были созданы одним и тем же человеком, Скоттом Коутоном. Хоть первая была детской и невинной игрой, многие игроки посчитали, что главный герой очень похож на жуткую аниматронику. Сначала Скотт был ужасно расстроен этим фактом и хотел бросить игровую индустрию, но решил превратить слабость в силу и сделал персонажей страшными не только внешне. Таким образом и появилась мысль создать Five Nights at Freddy's. Парень по телефону говорит, что аниматроники запрограммированы надевать костюм на голые эндоскелеты. Именно так они, кстати, и видят людей, потому и нападают на охранника. Но тогда остается неизвестным, почему Бонни не реагирует на эндоскелет, который сидит в мастерской. Может быть, нам что-то недоговаривают и аниматроники охотятся именно на нас. В игре есть секретный персонаж, медведь Фредди золотого цвета, который в файлах игры называется Желтый Фредди. Он появляется, если увидеть измененный постер с ним на одной из камер. После этого Желтый Фредди сразу же появляется в комнате охраны и атакует нас, а игра вылетает на рабочий стол. Также, чтобы он появился, можно ввести код при кастомизации ночи 1-9-8-7, А это намекает, что он причастен к укусу 87. В начале игры вам показывают газетную страницу с объявлением о работе. Весь текст вокруг нее представляет собой случайные фразы, написанные разработчиками. Скотт Колтон добавил в игру возможность выставить интеллект аниматроников на 20 ради забавы. Считай, что пройти ее на таких настройках будет невозможно. Но одному ютюберу все же удалось, и ролик мгновенно стал супер популярным. В честь этого Скотт добавил третью звезду на стартовый экран. Судя по постерам, размещенным в игре, пятеро детей были похищены и убиты в пиццерии Фредди. Подозреваемый был арестован, но тела так и не обнаружили. По данным полиции, человек, одетый в костюм аниматроника, заманил их и перерезал им горло. По одной из теорий, души детей вселились в эту аниматронику. Этим и объясняется детский вопль, когда они атакуют вас. Изначально карта выглядела несколько иначе. Активные камеры посвечивались зеленым цветом, и у них показывали радиус видения. Также можно заметить, что некоторые камеры располагались не там, где они находятся в итоговой версии. В одном из трейлеров кролик Бонни бежит по коридору, но в финальной версии его лишили такой возможности, как и Фокси. Также там был фрагмент, когда Бонни снимает с себя лицо, обнажая механические детали. Но в итоге и от этого тоже пришлось отказаться. Когда парень по телефону звонит нам во время пятой ночи, вы можете услышать следующее. Кажется, что это просто случайный шум. Но если включить запись задом наперед, то вы услышите биографию Йога, который рассказывает о том, что все животные, растения и даже металлы имеют жизненную силу. Каждый раз, когда вы видите постер желтого Фредди, вы слышите детский смех. Обычный Фредди тоже издает этот звук, только сильно замедленный. Кстати, крик основных аниматроников, когда они атакуют, это измененный и урезанный детский крик. Это проще разобрать в полной версии среди файлов игры. Спасибо, что посмотрели видео. Подпишитесь на наш канал и вступайте в группу ВКонтакте. Ну а пока посмотрите топ-5 напитков и плюсы и минусы суперспособностей. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok